Ну, одни из самых разумных. И большинство людей не хотят духовно развиваться, и они даже не понимают, зачем это надо. И если говорить о родственниках, то опыт показывает, что родственники меняют своё отношение к этому со временем. Нужно просто… Вы поймите, что ваши сердца связаны с вашими близкими людьми. Вы все связаны друг с другом. Если вы думаете… И поэтому вы беспокоитесь, что они не хотят развиваться. Если бы не были связаны, вы бы не беспокоились. Сердце человека, который не встал ещё на духовный путь, очень крепко, оно ленивое в духовном плане. И ему с себя-то тяжело что-то с собой сделать, а ещё сердцу мешают близкие. И так как близкие мешают сердцу, поэтому и создаётся неприятное чувство в сердце, что они не развиваются духовно. Но, как говорят в ведах, если у тебя попала заноза куда-то в ногу, допустим, то той же другой занозой, другим шипом можно этот шип выковырить. Понимаете? Точно так же, как близкий человек не хочет духовно развиваться, ваше усилие внутреннее будет менять сначала себя, а потом его. И это происходит всегда. Причём независимо от расстояния у родственников и независимо от силы нежелания развиваться. Вопрос только времени. Я когда встал на духовный путь, мне было, я в молодом возрасте встал, мне было 18 лет всего, и мать очень сильно испугалась. Я вообще с 14 лет вёл себя непонятно для неё. То есть я закаливал, бегал по снегу босиком, голодал по три дня, там пульбрэк, патогенной тренировкой занимался, йогой занимался по несколько часов в день. И она очень сильно переживала, потому что я развивался не так, как все дети. Часто не разговаривал какое-то время. У меня было время, когда я сосредоточился, узнал, что так можно увидеть внутренний мир людей. Я сосредоточился вот здесь в межробье и полгода не разговаривал вообще ни с кем. Я научился в школе, в 10 классе так себя вести, что меня никто не спрашивал ничего. Я просто смотрел так на преподавателей, что они меня никогда не спрашивали. Но акценки были в табелье. Я не знаю, как это происходило. Но я молчал просто полгода. И мать, она потом начала уже потихоньку думать, что я заболел психическим заболеванием. Когда я уже начал говорить, она меня отвела к одному врачу, психиатру, и он поставил диагноз шизофрения. А я хотел поступать в медицинский институт, а с этим диагнозом в институт бы не взяли. И это была большая проблема для меня. Я искренне, откровенно разговаривал с этим психиатром о своих исканиях духовных и так далее. Она всё записывала, протокол вела. Она оказалась очень примитивным человеком. Ну то есть потом мать познакомилась с главным психиатром города Тольятти. И он оказался очень мудрым человеком. И мы с ним долго беседовали о работе над собой. И он потом позвонил своему другу, психиатру, в Самаре, в клинике как раз при медицинстуте. Я приехал к нему, это как раз было в психиатрической больнице в Самарской. Он со мной поговорил и мне сказал, больше никогда не рассказывай никому о том, что происходит у тебя в сердце. Тебя всё равно никто не поймёт. Он снял все диагнозы и сказал, будешь хорошим врачом, иди развивайся. Как бы благословил меня. Но мать какое-то время не верила, что у меня всё нормально с психикой. Потом, когда я начал лечить людей уже в Тольятти, то мама болела, у неё был тяжёлый бронхит астматический. Она очень дышала тяжело. И она пыталась вылечиться, много испробовала всяких методик. И одна подружка ей сказала, слушай, я бронхит вылечила у твоего сына, сходи к нему на приём. Думаю, что тебе поможет. Мама вылечилась у меня от бронхита и поверила, что я нормально. Это было давно, около 30 лет назад. Сейчас мама уже ездит на фестивале «Благость» каждый год. С мамой и жены вместе они приезжают. Она читает молитвы. Но самое удивительное заключается, да, и этот перелом в ней произошёл где-то через 5 лет серьёзных занятий духовной практикой, молитвой. Она поменяла восприятие мира, начала интересоваться, слушать лекции мои, начала менять свою жизнь. Потом то же самое произошло с сестрой, с родной. Очень долго держался отец. Он не мог бросить пить. И как бы я молился сильно Господу, чтобы он ушёл, ну, избавил Господь его, избавил от этого недуга. И Господь сделал так, что отец не смог пить. Он выпивал, его вырывало просто, и он перестал выпивать. Не шло, не пошло. Но это вообще, ну, как бы, самое чудесное, вот эта вот сила молитвы и жизни сердца, внутренней жизни человека, самое чудесное произошло с моей двоюродной сестрой, которая живёт в другой стране. и я её видел только в 7 лет от роду. И она вообще не знает даже, как моя фамилия. Ну, то есть мы, то есть прекратилось общение. Семья уехала в другую страну и надолго прекратилось общение со всем. И она начала слушать мои лекции в этой стране. И потом, когда она включила видео-лекцию, она смотрит на дедушку, что-то похож человек. Это брат и сестра. То есть моя мать, это её брат, отец. То есть она двоюродная сестра моя. Вот. И дедушка общий по материнской линии. Она что-то думает, на дедушку сильно похож. Начала спрашивать отца. И он говорит, так это же твой двоюродный брат. И мы созвонились с ней, общались потом. Благодаря тому, что я молился, даже её пробило. Хотя она, мы практически с ней не виделись. Даже такие связи родственные работают. Не то, что там родители. Родители давно уже молитву читают. С этим нет проблем. И вот так по цепочке идёт. То есть родственники постепенно меняют свою жизнь. Один, другой, третий, четвёртый. То есть это происходит всегда. Можно провести статистику. У кого из вас, родственники, не хотят, чтобы вы занимались духовной практикой? Поднимите руку. А у кого не хотели, поднимите руку. Видите, захотели. Ну то есть, это неизбежный процесс. Вопрос ваших усилий. Вы поймите такую вещь, что ваши родственники олицетворяют ваше прошлое. Если вы сильно упрямились в духовной жизни, в прошлой жизни, то вам наказание пришло через них. И это наказание надо пройти. Это олицетворение вашей судьбы. Родственники — это олицетворение судьбы человека. Некоторые люди думают, что судьбу свою очень трудно понять. Свою судьбу понять очень легко. Посмотрите на всех своих родственников, узнать свою судьбу. Родственники, как все родственники, указывают на наши прошлые жизни. Это на 100%. Я это серьезно изучал. В этом нет никаких сомнений. Человек не помнит свою прошлую жизнь, потому что мы недостойны этой памяти. Есть более высокие культуры на других планетах этого мира. Там помнят свои прошлые жизни живые существа. И люди, которые развиваются как личности серьезно, они помнят свои прошлые жизни. Но большинство людей недостойны помнить свои прошлые жизни. Но зато родственники являются для них напоминанием о том, кем они были раньше. Потому что, когда мы влюбляемся, мы влюбляемся в самих себя, в отражение себя. «Смотрю в тебя, как в зеркало, как в самоотражение». Это факт. Сто процентный. И когда человек находит себе вторую половину, то она ему потом преподносит все уроки в жизни, которые ему надо получить. Это факт. Если у людей семья очень хорошая, они любят друг друга всегда и никогда не ругаются, это признак благочестивой жизни в прошлом, благочестивых отношений с близкими людьми в прошлой жизни. Поднимите руку, у кого такие семьи. Пожалуйста. То есть есть люди... Но если вы знакомы год, то не поднимайте руки. Я говорю про 5-6-7 лет люди живут и нормально. Если только познакомились, это нормально не ругаться первые три года. А потом тот за день так накувыркаешься, придешь домой и там ты сидишь. Место нашего обитания ум, говорит Мильтон. Это факт. То есть все, что мы чувствуем, видим, воспринимаем, это происходит в уме. Наша жизнь протекает в уме. Ум — это капсула, в которой заключена душа. Мы душа, но мы заключены в капсулу ума. И так как в ум приходит карма, поэтому мы видим все глазами своей судьбы. Кто-то видит депрессивными красками мир, кто-то радужными. Когда человек совсем маленький, ребенок, у него карма не выходит практически в ум. Она сидит внутри. И поэтому ребенок видит все очень ярко, в радужных цветах. красивое такое восприятие мира у ребенка. И это отражается на близких людях. Родители счастливы, находясь рядом с ребенком, потому что его восприятие мира прекрасно. Когда мать видит маленького ребенка, в нем нет кармы практически. И если он ее любит, то вместе с этой любовью она чувствует его прямо самые лучшие качества. То есть она чувствует его душу, как душу. поэтому мать очень сильно любит ребенка, потому что она чувствует, как душу его, его духовные качества все. Но когда карма начинает выходить потихоньку с возрастом, душа закрывается, и мать думает, что происходит с моим ребенком, он же такой чистый, возвышенный, и тут его испортили, она пытается искать причину, может быть улица, может быть еще кто-то, и так далее. Когда люди влюбляются, они тоже видят духовные качества, душевные качества друг друга, поэтому они очень бесконечно счастливы видеть это. Но в отличие от того, как мать видит ребенка, это видение душевных качеств закрывается вожделением. Желание наслаждаться близким человеком разрушает любовь. Желание служить ему воскрешает любовь, а это желание само по себе не возникает, над ним надо трудиться в сердце, это надо реально заставлять себя делать, тяжело служить близкому человеку. Надо еще знать, что значит служить близкому человеку, многие не знают. Многие думают, что баловать близкого человека означает ему служить. Нет. Заботиться да, но забота имеет две грани. Одна грань это делать счастливым близкого человека, другая грань воспитывать его. И одна без другой грани не является любовью. Заботиться делать счастливым близкого человека без воспитания приводит к тому, что он наглеет, он превращается в монстр. А если человек только воспитывает и не заботится, тогда близкий человек очень сильно страдает от этого. Он может вообще уйти из семьи. То есть любовь всегда с двумя гранями происходит. Настоящая любовь две грани. А если человек хочет наслаждаться другим человеком, то одна из грани уже отсутствует. Допустим, я хочу наслаждаться ребенком. Я или кричу на него со злобой, потому что он меня вывел из себя, или не трогаю его, потому что не хочу портить с ним отношения. Допустим, он хочет наесть мороженого вечером, пусть ест. Почему я это делаю? Потому что я не хочу портить отношения. Это называется привязанность. Я наслаждаюсь ребенком и не хочу прерывать свое наслаждение. Поэтому ущерб его здоровью. Я готова ему позволить сделать то, что вызовет боль в горле на следующее утро. Лишь бы были хорошие отношения. Лишь бы любовь и наслаждение это противоположные вещи. Если я хочу наслаждаться человеком, мужчина, который мнет свою жену постоянно, это не значит, что он о ней хочет заботиться. Он просто наслаждается ее телом. Но как личность она ему не интересна. Люди могут прожить много лет вместе, не узнав, что в сердце находятся друг у друга. Почему? Потому что женщина хочет покоя рядом с мужчиной, чтобы он создавал ей условия жизни, а мужчина хочет наслаждаться телом жены. У них у каждого есть свои интересы, но при этом друг друга они не видят. И потом, когда вдруг разрушается семья, они обнаруживают, что они далеки друг от друга. Секс не приближает людей. Приближает людей только служение. А вот чтобы научиться служить кому-то, для этого надо сначала поверить не в себя и не в деньги, а в святость святого человека. Искать прибежище, силы искать у святого человека. Вот раз на лекции много пришло людей, которые первый раз слушают лекцию. Это очень тяжело для меня. Не читать лекции в этой ситуации очень тяжело. Я сегодня молился, настраивался на святого человека, кланялся ему, слушал голос, вместе с ним молился и пытался победить эту ситуацию. В моем сердце была тяжесть. Я чувствовал, что многие люди сомневаются в зале в том, что я говорю. И я пытался это победить с помощью отношений в сердце, сердечных отношений. В конце концов, постепенно это чувство прошло. Так надо жить. Только работа сердца может победить эту ситуацию в жизни. Вместо нашего обитания ум. И он может превратить нашу жизнь в ад. И он превратить может нашу жизнь в рай. Джон Мильтон. Все зависит от того, как мы настраиваемся в жизни. Я хочу перед тем, как поговорить о самой технике молитвы или настроев правильных, я хотел бы поговорить о каких-то основных моментах главных в жизни, которые способствуют развитию человека перед этим. Волосы на голове украшают ее, но состреженные волосы это бесполезная вещь. Это мусор, мы их выбрасываем. Та же судьба постигает и человека, который перестает себя в жизни вести правильно, как подобает человеку. Его жизнь превращается в мусор. Понимаете, да? Что есть правильное поведение, есть неправильное. Тонкая грань. Мы часто не понимаем, что значит правильно, что значит неправильно. Это древнее писание, говорит ведическое. Тирок Урал, мы разбирали это писание много-много дней здесь, в Омске. Целый год, наверное, эту тему лекции шли. В целом очень просто. Бескорыстное поведение человека, основанное на знании, приводит его к счастью. А любое поведение, основанное на желании, на своих личных желаниях, то, что горит в сердце. Когда человек удовлетворяет желания, жгущие сердце, он деградирует. Сразу возникает вопрос, а что не бывает хороших желаний? Хорошие желания не возникают, как жгущие желания в сердце. Они никогда нас не мучают, хорошие желания. У них природа совсем другая. Хорошие желания очень деликатную природу имеют. Они дают человеку всегда свободу выбора. А вот плохие желания, они никогда не дают свободу выбора, они просто в тиски мозги, в тиски мозги просто вводят и жгут в сердце. Если хочется изменить жене, то это жгучее желание, оно мучает, оно не дает покоя. А если хочется что-то хорошее сделать для жены, то можешь сделать, можешь нет. В этом нет ничего жгучего. В этом нет ничего жгучего. Если хочешь благородный поступок совершить, то здесь нет ничего такого жгучего. Всегда надо приложить какое-то усилие над собой, чтобы это сделать. Но если тебе хочется сделать какую-то глупость, то это всегда давит на мозги очень сильно. Для того, чтобы встать пораньше, нужно приложить усилия. Иногда у человека бывает привычка вставать рано, но все равно надо прилагать усилия, даже если есть эта привычка. Но встать поздно не нужно прилагать никакого усилия. сто сто процентов если ты ничего не будешь делать, ты встанешь позже, чем положено. Для того, чтобы лечь поздно спать, не надо прилагать усилий. Это само собой получается незаметно как. А для того, чтобы речь раньше, надо заставить себя это сделать. Так же и в любви. Человек, когда встречается с достойным человеком, отношения строятся спокойно, на основе здравого смысла. люди обсуждают все, пытаются понять друг друга. Когда неблагоприятная ситуация в отношениях возникает, то люди очень крепко влюбляются, неспособны размышлять, у них рвется психика, и они просто тупо живут друг с другом, думая, что это и есть самое лучшее в жизни. Потом оказывается, что у них такая веселая жизнь начинается, потому что сильная привязанность увеличивает зону боли. Чем больше привязаны друг к другу люди, тем больше больнее отношения становятся. Это делает сильная влюбленность, она очень сильно привязывает людей, каждый маленький недостаток близкого человека вызывает жуткую боль, потому что мы отождествлять начинаем его самим собой. Его поведение, мы говорим, ты же моя жена, как ты могла так сделать? ты мой муж там. Ну то есть люди фактически перестают разделять меня от него. Ну то есть моя жена это не значит я, то есть она много лет без меня жила и потом много лет будет без меня жить и дальше. Люди сходятся на какой-то промежуток времени вместе. Когда оставляют тело, то уже тю-тю. А чаще всего и в этой жизни мы уже расходимся, многие браки рушатся. Но пока люди живут вместе, они отождествляют друг друга с собой. Они пытаются полностью контролировать поведение близкого человека и испытывают жуткую боль, когда близкий человек ведет не так, как я хочу себя. Это называется привязанность. Привязанность является силой, разрушающей разум. Привязанный человек не соображает, что он делает. У него нет логики. Логика возникает, когда привязанность или желание наслаждаться человеком, привязанность или приближение к человеку, желание наслаждаться им, привязанность является препятствием, стоящим на пути к духовной жизни. Это не является чем-то хорошим. Наоборот, когда ты служишь близкому человеку, то твои чувства близки к нему, но они не находятся в рабстве. Когда ты служишь близкому человеку, твое поведение по отношению к нему достойно, ты ему даешь свободу выбора. Когда ты служишь близкому человеку, ты можешь его прощать, потому что служишь ему, прощать означает служить. Ты прощаешь ему, заботишься о нем и даешь ему свободу выбора, но когда люди привязаны, наслаждаются друг другом, свободы выбора нет. Человек не может ошибаться близкий. Если он ошибся, значит, я буду очень сильно его мучить, потому что мне больно очень становится от его ошибки, разум теряется от боли. Появляется боль, теряется разум от этого. Олег Геннадьевич, мой муж пьет, я не могу так жить. Но он не может не пить, он чувствует напряжение, поэтому пьет. Он так живет. Учить служить близкому человеку, а не зависеть от него. А если человек близкий парализован, что тогда? У него уже вообще нет свободы выбора. А если ты сильно привязан к нему, то ты будешь мучиться. Я не могу жить с парализованным человеком, невыносимо. И дальше привязанность во что превращается? В антипатию. Человек хлопает дверь и уходит. Сильная привязанность рождает что? Отторжение, отталкивание. Люди сначала очень сильно привязываются, привязываются, привязываются друг к другу, потом мучают, друг друга мучают, потом ба-бам! разлетелись. Вернулась танго, 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 а ты ушла, ты забыла все, что было, все, что было, не вернешь. незнание законов, как устроена жизнь, разрушает семьи. Сильно увлеченность сексом точно так же, как влюбленность, она приводит к такому же результату. Люди, когда забываются вот в этом процессе, они увлекаются чрезмерно, они очень сильно привязываются друг к другу, у них тает уважение по отношению друг к другу, потому что они очень сильно отождествлять начинают друг друга вот в этом состоянии животного транса. В состоянии секса человек впадает в животный транс. Когда близкий человек видит своего близкого человека в животном трансе, он начинает отождествлять его личность с этим процессом. И таким образом оценка близкого человека меняется сильно и в лучшую сторону. Люди во время половых отношений сильно привязываются друг к другу, потом им больно начинает становиться от любых недостатков близкого человека, а недостатков видно больше, потому что секс означает соединение по нижним центрам. Вся хорошая карма у человека находится в высших центрах сверху, а вся плохая внизу. И люди обмениваются плохой кармой чрезмерно. Какой результат? начинают злиться друг на друга. Если вы не можете выносить друг друга, даже близко находиться друг с другом, но месяц отдохните. Отдохните и сразу как бы любовь появится, чувства. Это же простые вещи, которые надо знать. Если вы не знаете таких вещей, то вы будете страдать. без любви половые отношения подобны механическим процессам каким-то. Итак, есть какие-то определенные вещи, которые разрушают нашу работу над собой. Мы сейчас говорим об этом. Этот разговор будет для нас немножко болезненным. Надо быть готовым к этому. Итак, смотрите. Апатия. Что такое апатия? Наступила грусть. Что ж, пойду пройдусь. Ее делить не с кем. То есть апатия означает, что связь с источником счастья по каким-то причинам нарушена. Есть несколько таких главных причин. Первая причина «Я кого-то оскорбил». Когда человек оскорбляет другого человека, Бог в сердце другого человека запрещает, то есть не хочет его видеть. Бог живет в сердце каждого человека. Я оскорбляю человека. Бог из сердца этого человека оскорбленного тоже оскорблен. Так как Бог живет в сердце каждого человека, поэтому когда мы оскорбляем Бога, то Он не хочет, чтобы мы приближались к Нему. Не хочешь, чтобы мы занимались духовной практикой. В результате наступает апатия, потому что Бог в сердце человека дает ему энтузиазм. Энтузиазм — это божественная вещь. Он не возникает сам по себе. Это милость. Это милость. Энтузиазм — это милость. От Бога идет. От святых людей. Вы заметили, что вы начали слушать лекции. Захотелось рано вставать, захотелось менять свою жизнь и все прочее. Так льется милость. Когда человек в контакте с Богом находится, то жизнь другая становится. Появляется много энтузиазма. Но есть причины, которые вызывают апатию. Например, плохой период жизни. Астрологически плохой период судьбы идет. И человек в апатии живет какое-то время. Ему очень трудно себя что-либо заставить делать. Долгое время какое-то. Поднимите руку у кого-то. Ничего страшного. Ничего страшного. Это плохой период. Он обязательно закончится. Обязательно. Очень много женщин подняли руку. Знаете, что женская природа инертна сама по себе. Мужская природа активна. Ее качества активны. Женская природа ищет гармонию. И она инертна сама по себе. Она не склонна себя активизировать. Женская природа. Поэтому женщины знать должны, как им входить в состояние энтузиазма. Женщина не должна себя заставлять. Она должна действовать через сердце, через энергию любви. Например, для того, чтобы встать рано, не надо заставлять насильно себя вставать с постели. Нужно включить какой-то радостный голос, любимый голос какого-то человека или песню какую-то любимую, радостную, которая вам поможет встать рано утром. А песню, оптимистичную, наполненную силой радости, силой счастья. Ну, например, для меня такая песня является. У каждого свое. Это может быть голос лектора или святого человека или песня, например, вот такая. Правильно. Ну-ка, солнце ярче грызги, золотыми лучами обжигай. Эй, товарищ, больше жизни поснивай, не задерживай, шагай. Чтобы тело и душа были молоды, были молоды, были молоды. И не бойся ни жары, и ни холода. Заканяйся, как стали. Вот утром поставьте вместо будильника все девушки. Будет физкультура у вас. А мужчинам надо заставлять себя. У мужчины есть такая возможность в сердце. Мужчина, если на себя разозлится вечером, то с утра он встанет точно. Будет грызть подушку так и встанет. Есть разные способы. Например, можно просто сбросить себе одеяло для мужчины. Мерзнуть начнешь, встанешь. Но не давать себе одеялом накрываться. Не давать. Или вообще на пол перелечь холодный. Если уж совсем невозможно вставать. Обычно мужчины включают какой-то сильный такой звонок. Но женщина, она только от этого еще больше спать будет. И этот звонок разозлит, и она от злости еще больше спать будет. Это не работает. Женщина действует только через любовь. Вот если ей нравится песня, допустим, нравится голос, она через любовь очень сильно вдохновляется и поднимается рано утром. Это возможно только с помощью вдохновения. Женская психика действует только через любовь. Апатия побеждается с помощью веры. Что такое апатия? Контакт с верой разрушен по каким-то причинам. Не надо искать причину. Это пустая трата времени. Надо искать веру. Одна из ошибок люди часто... Олег Геннадьевич, как мне избавиться от лени? Не надо избавляться от лени. Понимаете, вы думаете о лени со знаком плюс? Лень в вашем жизни живет. Лень — это нормально. Или со знаком минус? Как мне избавиться от лени? Опять привязанность к лени. Все одно и то же. Со знаком плюс привязанность к лени. И со знаком минус тоже привязанность к лени. Не надо думать о лени. Не надо работать над своими чертами характера. Не работайте над своими чертами характера. Просто служите. Занимайтесь тем, чтобы отвлечься от себя. Служите святому человеку. Служите зарядке. Служите родственникам. Мойте посуду. Будьте бодрыми. Эй, товарищ, больше жизни. То есть будьте бодрыми. Будьте активными. Поменьше думайте о себе. Мысли о себе разрушают. Я такая несчастная. Эти мысли разрушают. Это не поможет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова